Приветствую вас, Эльвия. Я думаю, что в какой-то степени основная ваша проблема, основной вашей, вашей проблемой является то, что вы слишком к себе в страхе. И может быть излишне критично к себе, может быть, излишне жестки, вероятно, после определенного неудачного опыта, который я видел у вас в истории, добрется, где вы рассказываете про своего мужа-абюзера, вот, и совершенно здесь очевидно, что вот так просто в такие отношения, я имею ввиду абюзерский человек не попадает, совершенно очевидно, что вы попали в такие отношения. Потому что были определенные основания для этого, и, соответственно, как-то, ну, были какие-то у вас вероятнее всего предпосылки к тому, чтобы вот в такой ситуации оказаться. И я думаю, что и там, и здесь это связано с одними теми же похожими, если не сказать больше, что это за ситуациями. Что это за ситуация? Ну, здесь, наверное, нужно сказать, что все-таки вы склонны. Себе строгие вы склонны. Себя сдерживать вы склонны. Не позволять себе, ну, то, чего вам, например, хочется, то, что вам хочется. Вы склонны себе это не позволять. Вот. Вы склонны, ну, условно говоря, сомневаться в себе, вероятно, вы склонны к тому, чтобы сомневаться в себе, вы склонны к тому, чтобы обесценивать себя, и вы вероятнее всего чего-то боитесь. Вопрос, конечно, заключается в том, чего конкретно вы боитесь, да? И вот вы говорили о том, что боитесь человека потерять. Вот. Вы говорили о том, что он вам очень понравился, но вы боитесь, но вы боитесь его потерять. Вот. Я бы, конечно, обратил внимание в первую очередь на это. Да? Почему? Если появляется симпатия у вас, то вы боитесь потерять человека. А что для себя вы боитесь потерять, когда взаимодействуете с ним, с человеком. Вот. Дальше. Следующее, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Это на, как мне кажется, такое полубессознательное желание переложить ответственность за себя за принятие решения на другого человека. Вот. То есть, обратно говоря, переложить вот необходимость что-то решить в непростой ситуации для вас на другого человека. Вот. Чтобы вам не пришлось решать. Потому что, ну, условно говоря, если, там, допустим, вы, если вы решите, да, если вы, вот, ну, примете решение, то, по вашему мнению, например, вы будете страдать, вы будете страдать, вы можете быть, ну, несчастны, да? Вот. И это, как мне кажется, то, чего вы тоже боитесь в какой-то степени. Вот. Ну, давайте, в любом случае, может, несколько подробнее рассмотрим то, что вы написали. Значит, в целом, как мне видится, вы задели своим поведением мужское самолюбие, вот, пытаясь, как-то, ну, обезопасить, что ли, себя. Вот. При том, что я не говорю, что поступили вы как-то неправильно, да, я не хочу сказать, что вы поступили как-то неверно, неверно. Вот. Я хочу скорее сказать, что в попытке, в попытке решить свою проблему, в попытке решить свой конфликт внутренний, да, в попытке поработать со своими страхами, да, вот. Вот. А вы, как бы, задели, ну, задели мужское самолюбие, вот, самолюбие, парня, причем, ну, парень, парень, значит, все видно, что, что, не зрелый, да, то есть он, достаточно легко его задеть, вот. И, соответственно, человек склонен на такие вот поступки, которые, ну, как бы, взрослый, более зрелый человек себе бы не позволил. Вот. И вы добраться за где-то, смотри, с одной стороны, вот, и с другой стороны, конечно, это, не совсем искреннее чувство к вам, да. То есть это, вероятно, какие-то сомнения на свой адрес изначально, да, то есть тоже неуверенность, вот. Тоже, какая-то тревожность, вот, тоже, эм, какие-то мысли относительно того, а могу ли я с ней, там, быть, да, хочет ли, хочет ли ли она, там, со мной быть, и так далее. То есть это вот, все вот, такие вот моменты, которые, ну, очевидно, беспокоят, эм, мужчины, да, очевидно, беспокоят, эм, человека, вот, и, соответственно, он, эм, на, на вас это все, как бы, переносит. Да, ну, просто, потому что, эм, по-другому, эм, не умеет, не хочет, не получать, не получается, вот. То есть это, такая вот, э, в принципе, э, ну, не очень, не очень, э, приятная, не очень хорошая для вас ситуация. Дальше, э, то, что вы описываете, э, очень похоже на, э, желание человека, э, продемонстрировать вам, э, свою, э, ну, свою ценность, да, то есть, э, показать, что он ценен, показать, что он нужен, что он, что он важен, вот, показать, что, э, ну, даже, несмотря на то, что, вот, э, вы от него, там, сказали, стали с ним встречаться, , и, э, ну, все равно, он, востребован, да, то есть, это, вот, э, такая, э, несколько, э, э, компенсирующая, да, э, 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 компенсирующая, э, э, позиция, я бы сказал, да, э, 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 вот, когда, э, 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 И, к сожалению, здесь можно практически с уверенностью говорить, что мужчина, мягко говоря, не совсем искренне к вам относился, вот, и его чувства к вам, ну, на мой взгляд, были под вопросом, то есть, на мой взгляд, его чувства к вам, они не совсем про любовь, это больше, вот, знаете, про, про желание иметь, вот, и, соответственно, когда вы показали характер, да, так сказали, что вот, ну, как бы, нет, ну, в общем-то, завоевывать вас, именно вот, что завоевывать вас, человек не захотел, вот, хотя, тут, в принципе, все было, ну, в какой-то степени понятно, в том смысле, что, если бы человек дорожил вами, он продолжал бросать, ну, в принципе, мужчины так делают, вот. Теперь, по поводу того, почему вам больно, почему вам больно, с чем связано, вот, то, что вам больно, вот. Ну, а лично я думаю, что это связано с тем, что вы получили для себя возможность что-то иметь, так, по крайней мере, выдуманный, и практически сразу, что печально довольно, это потерял. Вот. То есть, получили вы возможность иметь то, что вам нужно, например, отношения, допустим, ну, быть, 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 в отношениях, допустим. Вот. И, значит, тут же потерял возможность этого. Это, это, вот, то, то, чем, по сути, вы нуждает, как мне кажется. Как мне видится в этой ситуации. И, конечно же, некие личные, лично ваши проблемы, которые вы пытались за счет, в данном случае, этого парня решить. Вот. То есть, какие это проблемы? Ну, например, неустойчивая самооценка, например, желание на кого-то ответственность. Например, потребность в любви, потребность в поддержке в мужчине, может быть, вывод. То есть, вот эти вот все вещи, да, они достаточно важны. Вот. Но. 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 Для вас это создаёт ситуацию, когда вы в отношениях не можете вести себя естественно. Потому что, вероятно, вам, знаком, 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 такое, такое чувство, как в отношениях. Так. Ммм. Стыд. Стыд. Стыд, вот. Ну. Ощущение стыда. Вот. Ощущение, что я поступаю как-то не очень хорошо. Да. Вот. Для вас это вот есть ощущение. Ну. Непринятие своего, может быть, мотива, да. Непринятие до конца своих желаний. Вот. Склонность. Может быть, может быть, склонность к чувству вины, чувству вины присутствует. Вот. То есть, всё это, конечно, мешает очень сильно. Мешает естественному развитию отношений. Да. В своём отношении. Вот. И неустычивость. Неустычивость самооценки, да. Конечно. Жел. Неустычивость самооценки тоже влияет. То есть, то, что человек сделал. Я имею ввиду, там, что там же столкнулся с своей девушкой. И очень быстро нашёл вам землю. Вот. Вас это заделал. При том, что вы, ну, вы, ну, вы не можете не понимать, что это просто, как бы, что-то реакция такая, что, вот. На самом деле, это может быть и место, это может быть и невозможность справляться с болью, да, какой-то. Вот. То есть, вы не можете этого не знать, но, тем не менее, всё равно вы понимаете это серьёзно. Вот. И чувствуете себя, как вы себя чувствуете? чувствуете себя брошенной, чувствуете себя обманутой, может быть, да, чувствуете себя, там, ну, какой-то ещё чувствуете себя. Вот. То есть, ну, вариантов здесь достаточно, как мне кажется. Вот, ну, именно вариантов здесь достаточно. Вот. Важно, чтобы вы отделили, важно, чтобы вы отделили, одно от другого, чтобы вы отделили свои переживания, да, от того, что вы чувствуете к человеку. потому что именно смешивание одного и другого, именно смешивание, вам ничего хорошего не дадут, в принципе. Дальше. Вот почему вы считаете, что мы можем вас осуждать, да? Так, значит, у меня был братник, я василился, он написал так, значит, он предлагал мне встречаться, я отказался по причине возраста и того, что у меня ребёнок, он обиделся. Ну, вот, да, как бы, вопрос, здесь нам, наверное, такой, вот, ваш страх, как соотносится с обидой, если он соотносится? Ваша боль от того, что происходит сейчас, как соотносится со страхом? Дальше. Так, потом звонила уже несколько дней, не брала трубку, была в другом городе, случайно, львы не брали трубку. Оставлял я ему ключи от квартиры, кормила моего кода, через пару дней я обернулся и надал ключи, быстро ущёл, позже написал, как отдохнули, можно ли приехать и сказал, нет, давай через пару дней. Почему нет? Эти дни я не писала, я его не писала, значит, дни я написала, что не может дела. Ну, задетая гордость классическая история, через пару дней увидела фото с другой девушкой, в соцсетях, было больно неприятно. Больно от чего? Неприятно от чего? Почему так быстро? Так быстро, что? То есть, понимаете, вот здесь ключевый момент, очевидно, очевидно, что здесь ключевый момент в том, что вами воспользовалось. То есть, вы вот чувствуете себя использованием. И я не буду, как бы, скрывать, я не буду обманывать, это отчасти действительно так. Вами, ну, действительно, отчасти воспользовалось. Но, произошло это не потому, что вот мужчина вас соблазнил или что-то ещё нет. Продолжу это потому, что вы сами сделали, совершили то, ну, что, может быть, совершать не хотели бы. Может быть, вы сами сделали то, что вам делать не очень, как бы хотелось, да? В чем вы, может быть, были не уверены. Вот. Понимаете? Что? И это очень важный момент, потому что тот факт, что вы чувствуете себя использованием, говорит о том, что что, возможно, вы не совсем осознаёте то, что делается. Да? То есть, вот когда, например, вы говорите там, случилась интимная близость, какое вы значение предавали или предавали или предаёте ей интимной близости. А вот. Чего бы ожидали от неё? Уверены ли вы или допускали тот факт, что для мужчины, например, это может иметь совсем, ну, другое значение, не такое, как для вас. допустим, да, допустим. То есть, э-м. Вот, если, если, условно говоря, вы осознавали бы полностью, да, то, что делает, да, и какая у этого, например, цена, то больно вам не было бы. А так получается, что хочу одного, делаю другое, да, вот, там соответственно, думаю третье, ну и так далее. То есть, как бы, поступаю одним образом, да, хочу решить другую проблему, там, а думаю о третьем, вот, и отсюда вот такие, как мне кажется, сложности, ну на мой взгляд. Дальше. Так, нервис пор встречается, был еще случай, я позвонил, вечером передал друг к другу и тот приглашал меня на день рождения их общего друга, я их всегда в клубе отказался, почему тот вечер он был в этой компании с девушкой, зачем это сделать, кто мог быть на смерть? Нет, здесь про то, как я уже говорил, желание у человека показать, что он востребует по сути отомстить, по сути здесь уязвленное самолюбе, просто, просто уязвленное самолюбе, мужское уязвленное самолюбе. Я не хочу ничего говорить вам плохого, да, ну то есть, такого, что могло бы не понравиться вам, но на мой взгляд, на вы не очень хорошо разбираетесь в мужской психологии, что то есть, не очень вы, как бы это сказать, не очень вы разбираетесь в особенностях, эм, ну, мужского восприятия, э, одних и тех ситуаций, понимаете, вот, потому что если бы вы были, э, немного опытнее, вы бы знали, как мужчина может проагировать на то, что ему там отказали его толкнули и так далее. Особенно, особенно, что важно, молодой мужчина, то есть, ну, такой вот, откровенно, да, еще не зрелый, не опытный и так далее, ну, то есть, 20, сколько, 22, 23 года, да, вот, вот, вот. То есть, посмотрите, ну, к сожалению, большинство молодых людей еще не взрослые. Дальше. Зачем мне это сделало? Хотелось, чтобы на нас вместе посмотреть на мою реакцию, получается показать, что не скучаю? Да, да, да. Через пару недель звоню мне по рабочим делам, я даже не хочу его услышать. Ну, вы, как бы, если вы его препинователь, вам нужно его услышать, потому что, это уже работа. Понимаете, теперь, почему не желательно, вот, начать профессионально и лично, потому что, если, профессионально что-то произойдет, да, ну, профессионально что-то случится, вдруг, как у вас, вот, такое бывает, что, ну, хорошо, плохо сейчас, тоже немножко наоборот, вот, то работать становится невозможно. А это, как-никак, доход, это карьера, это практика, ну, перспектива, вот. И если работа не выполняется, вот, то можно получить очень негативные последствия. К сожалению, гораздо более серьезные, чем последствия, там, наведавшегося романа. Дальше. А, вот, так, мне почему-то больно, ну, вот, болью нужно поработать, да, а, какая мысль вызывает боль, вот, просто, Эльвира порой-порой, как, какие мысли вызывают боль. Хотя, Эмис, она говорила, что встречаться не хочу, он свободный человек. Конечно, не было правды, просто я испугал ради его потерять. Эльвира, а вот, что именно? Что именно не было правды? То, что он свободный человек, или то, что вы, или то, что вы не хотите с ним встречаться? Понимаете, откуда бы, эм, мужчин, знать, что вы говорите, не прям, ну, то есть. Мужчина, может быть, вам поверил? То есть, вы хотите сказать, э, что, что человек, эм, должен был, эм, как бы, э, богатство, что вы, э, ну, говорите, не правда, или как, или что. Вот. То есть, понимаете, да, вы боитесь потерять с его. То есть, э, вы выступаете в отношении с эм, ну, ну, с мужчиной, да, вы выступаете в отношении с мужчиной, э, боя, боясь его, его, его потерять. Вот. А, я, ни в коем случае, ни в коем случае, вас не обвиняю. А, просто я пытаюсь сказать, что здесь налицо попытка решить свои проблемы, и здесь налицо то, что вы вели себя с ним, естественно, вы, он, он вам понравился, но вы не позволили себе, э, проявить свои чувства. А мужчина, в силу своей неуверенности, неопытности, вам поверил. Поверил, что, что, условно говоря, что он вам не нужен. Вот. И, соответственно, э, как бы исходил из этого. Вот. Хорошо это или плохо сейчас, э, но не имеет значения. Не имеет значения, хорошо это или нет. Сейчас имеет значение только то, что он так это воспринял. Вот. И вы, и вы, и вы не виноваты. Я не пытаюсь вас обвинять. Я не пытаюсь вас обвинять. Я не пытаюсь вас обвинять. Просто говорю о том, что опыт прошлых проблем, э, вам мешает. И мешает, очевидно, достаточно сильно, чтобы, э, чтобы вы не были, э, э, с собой, в отношении, чтобы вы не, э, э, ну, мешая достаточно сильно, чтобы вы не могли, э, э, действовать, э, так, как вам, э, например, например, хочется, да, и так далее. К сожалению. Вот. И, вероятно, в этом, вероятно, в этом вам, 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 нужна, э, помощь, э, вероятно, в этом, вам, вам, нужна, э, психопсихотерапия, чтобы, э, помочь разрешить, э, э, себе, вот, те конфликты, которые у вас есть. То есть, почему, э, вы, например, э, обязательно, да, должны потерять человека, да, если, там, грубо говоря, будете, э, э, с ним, э, встречаться, да, вот. То есть, э, почему он, э, от вас, там, обязательно выйдет, или, или что случится. Вот здесь. Это вот, э, такой, на мой взгляд, э, крайне важный момент, на который нужно обратить внимание. Дальше. Идем. Так, э, э, очень мне понравился, как теперь себя вести, после всей этой некрасивой ситуации. Тхе. Ну, э, смотрите. Значит, э, как себя вести. Э, это, у меня, скажем, так не работает. То есть, э, 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 как это сказать, э, вы, э, ну, вы не можете, э, э, вести себя так, как вам сказали. Плюс я более чем уверен, что вы, э, будете вести себя так, как в итоге, в итоге захотите себя вести. Я не веду то, что, э, мы, э, скажем сейчас вам, что, вот знаете, вот, вот вести себя нужно, нужно вот так, и все. И вот, э, давай, значит, веди себя так. Нет. Я думаю, что так, вот так, вот так вы, э, вести себя не будете. Я более чем уверен, что, э, вести себя вы будете так, как вам того хочется, вот. А вот как вам хочется сюда вести. Понятно? Это вопрос. Вопрос достаточно серьезный. Потому что важно, чтобы вы вели, э, чтобы вы себя вели, э, э, ну, не просто, как, как, как вам хочется, а важно, чтобы вы вели себя так, чтобы это, э, и соответствовало бы тому, э, чем вы нуждаетесь, да, соответствовало бы тому, на что вы, там, например, рассчитываете, да, и в то же время, чтобы это не нарушало, там, каких-то ваших, э, ну, принципов, каких-то ваших, норм, ну, каких-то ваших, э, идей, и, э, и так далее. Чтобы это тоже учитывалось, вот. Поэтому, э, я бы не спешил, вот. Э, я бы, э, сначала, э, бы, э, в себе бы разобрался, вот. Я бы, сначала, как-то, э, э, ну, подумал о том, э, что я чувствую, вот. Ну, в принципе, вообще, что я чувствую. Э, э, что я чувствую, там, например, к, э, человеку, да, вот, именно к человеку. Какие у меня есть, э, э, мои собственные, там, трудности, там, э, противоречия, может быть, да, если нет. И, э, потом, уже, решал бы, что, что с этим делать. То есть, понимаете, э, конфликт в том, что, у вас, да, есть противоречия, и, что, э, разрешить, противоречия, самостоятельно. У вас не получается. Я вроде бы хочу быть человеком, но боюсь. И я его отталкиваю. А когда я его отталкиваю, мне неприятно и больно, что он, там, соглашается с тем, что, что я его оттолкнул. Ну, грубо говоря, грубо говоря. Вот. И я вас понимаю, я понимаю, что это неприятно, вы здесь правы. Но, совершенно очевидно, что, что это история не про то, как себя вести, да. А это история о том, как я хочу себя вести, чего я хочу, хочу. И как я буду этого добиваться. Дальше. Вы говорите, что, э, что ситуация некрасивая. Ситуация некрасивая для кого? Ситуация некрасивая для вас или ситуация некрасивая, там, для, допустим, ну, для мужчин? То есть, как бы, для кого ситуация некрасивая? Потому что, если для вас это одно, если для вас это одно, если для, там, условно говоря, мужчины, то другое. Если вы сами ситуацию данную считаете некрасивой, то это одно, если, там, допустим, ну, вы считаете, что вы некрасивая, в этой ситуации поступили, да, но, допустим, просто, как бы, ну, выразить человеку свою позицию и, в принципе, все. Ну, вот. То не все так просто, если вы считаете, что некрасиво поступил именно сам, ну, мужчина некрасиво поступил. Вот. Тогда это уже, ну, ну, в большей степени проблем. Вот. Поэтому, я думаю, я думаю, что примерно, ага, так, я думаю, что примерно, таким образом можно ответить вам на вопрос, на ваш, вот, который вы задаете. И примерно в таком ключе можно вам двигаться. То есть у вас был опыт неудачных отношений, а, вследствие чего, вероятно, вы боитесь, боитесь, что, ну, что, вами воспользуются, например, что вами, что вами воспользуются или что вами могут воспользоваться. Вот. Вот. Ага. Значит. И это мешает вам. Достаточно сильно мешает. Соответственно, пока это есть, да, пока вот это, ну, пока это, этот момент присутствует. Вряд ли вы сможете вести себя, естественно. Слишком много будет по ощущениям ваших поставлено на карту. Вот. Вот. Ну, практически всегда. Слишком, слишком много будет на карту поставлено. И вот это слишком много будет поставлено на карту, а, мешает вам, вам в отношениях быть, что там, образно говоря, самой собой. Вот. И, о, пока вы сама собой не будете, вот, вероятно, отношения вам будет построить тоже крайне тяжело. Вот. Да. В силу того, что человек, как бы, всегда будет чувствовать, что не совсем, ээээ, не совсем, ээээ, он, что не совсем, на него, направлено, ээээ, активность, партнер. А, партнер решает, эээ, какие-то свои проблемы. Вот. Это, безусловно, неплохо. Это, безусловно, неплохо, что проблем, эээ, что партнер пытается решить, эээ, свои проблемы. Вот. Это, безусловно, неплохо. Но, лучше, когда не за, не, не за счет, эээ, другого человека. Понимаете? Вот. Все-таки, лучше, когда, эээ, это делается, эээ, ну, как бы сказать, это делается, эээ, естественно. Вот. Когда это делается не, эээ, за счет, эээ, другого человека. Как вот, эээ, ну, как в этом случае. Понимаете? Эээ, постарайтесь, пожалуйста, да, понять, эээ, то, что, я, то, что я говорю. Вот. И, ээээ, эээ, понять, что я не обвиняю вас. Нет, 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 нет такого, нет такой идеи, ээээ, что ли, вас обвинить. Просто я хотел показать вам, ээээ, максимальное количество, ээээ, сторон, ээээ, вашей проблемы. Вот. И, надеюсь, это было полезно. Вот. Ээээ, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Ээээ, я надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым, ээээ, лучшим образом. ээээ, я хочу пожелать вам удачи, я хочу пожелать вам гармонии, я хочу пожелать вам, ээээ, успешного разрешения вашей ситуации и проблемы. Вот. Обращайтесь, если будет нужна помощь. Калин. И還是. Калин. Продолжение следует...